Московские чиновники обрекли на снос 100 зданий. Операция по очистке центральных районов города от старинных построек проводится в кратчайшие сроки и в обстановке секретности. Копия официального документа, тем не менее, оказалась в руках активистов движения Архнадзор. Наш корреспондент Аркадий Цирульников прошел по адресам, где пока еще можно изучать историю Москвы. Проблему исторических зданий в мэрии, похоже, готовы решить раз и навсегда путем их полного упразднения. Как стало известно общественному движению Архнадзор, в середине мая городские чиновники приняли документ, означающий смертный приговор десяткам старинных домов. 932 распоряжение столичного правительства о сносе отселенных жилых домов и строений на территории города Москвы полусекретное. На официальных сайтах его не найти, возможно, там оно появится задним числом, 1 июля. Именно к этому сроку планируется завершить необъявленную молниеноскую войну с исторической застройкой. Документ стыдливо скрыт от общественности. Он упоминается лишь на сайте Москомнаследия. Но последствия его применения, что называется, налицо. Основательно проредили улицу Гелеровского, там теперь пустыри и руины. Этот якобы аварийный особняк не хочет сдаваться тяжелой строительной технике без боя. Три дня назад на этом месте стоял достаточно оригинальный двухэтажный дом, судя по постройке начала 20 века, с таким декором в псевдоготическом стиле, в силе романтического модерна начала 20 столетия, которое, безусловно, было украшением этой улицы, одним из немногих ее старинных украшений. Строение середины 19 века в пост в классическом стиле на Красно-Пролетарске вряд ли подходило под определение «отселенное». По крайней мере, до тех пор, пока его на прошлой неделе не покинули последние жильцы. Теперь дом готовится к сносу, имеющему весьма серьезную мотивацию. Оказывается, по мнению городских властей, он представляет собой не более не менее как террористическую угрозу для москвичей, потому что в мотивировочной части распоряжения 932, так и сказано, в целях усиления антитеррористической безопасности жителей города Москвы. Это скорее красиво сформулированный повод, а подлинные причины лежат, как и обычно, в экономической плоскости. Во-первых, снос сотни зданий, прекрасная возможность освоить весьма круглую сумму в полтора миллиарда бюджетных рублей. Во-вторых, в результате расчищаются драгоценные городские площади под коммерческую застройку. Вот пример того, как под маркой научной реставрации готовят к сносу старейшие здания в районе Арбата – палаты Зиновьевых 17 века в Большом Афанасьевском переулке. На первоначальной схеме инвест-проекта они еще есть, а на окончательной уже нет. Начатые на объекте работы скорее способствовали его разрушению, чем восстановлению. Реставраторы сняли вверх поздний этаж и оставили дом вот в таком виде, поскольку финансирование прекратилось. То есть существуют проекты, существуют приданные инвестору реставраторы, архитекторы, но несколько лет с этим старейшим домом Арбата ничего не происходит. 10 июня городская комиссия по сохранению зданий в исторических районах отклонила предложение о сносе девяти домов из пресловутого списка. Соответствующие префектуры должны решить вопрос об их дальнейшем использовании. Если этого не произойдет, то можно считать, что историческим зданиям просто изменили меру пресечения. С моментальной смерти на долгую мучительную агонию. Аркадий Цирольников, Дмитрий Облеухов, Вести, Москва.